О, придумала! Я хочу арбуз! Приготовьте мне его, пожалуйста! О, прикольно! Окей! Дайте-ка подумать! О, у бабули появилась отличная идея, как превратить арбуз в настоящее фруктовое удовольствие! Внутрь арбуза я добавлю целую кучу разных вкусностей! Добавим киви, клубничку, ананас и побольше ягодок! Да! Осталось только развести желатин в арбузном соке и залить фрукты! Ох, какой аромат! Надо скорее отнести арбуз в холодильник и заморозить наше желе! Ну что ж, думаю, всем очевидно, что мое блюдо будет более изысканным! Заливаем арбузное тесто в форму и добавляем шоколадных капель, чтобы испечь потрясающие бисквиты для моего торта! Следующий шаг – это декор! Я раскрашу торт так, чтобы его было не отличить от настоящего арбуза! Вы только посмотрите, как здорово у меня получается! Что это было? Спокойно, братишка тоже в деле! Чтобы выиграть в челлендже, я поджарю маршмеллоу и добавлю мои любимые конфеты Нердс! Таким образом зефир покрасится в цвет арбуза! Классно я придумал, да? Главное только все хорошенько перемешать! О да, класс! Ну вот, пару секунд и все готово! Ай да я! Йоу! Ого, молодец, внучок! Спасибо, бабуль! Шеф, давайте поживее нам пора! Готово! Приятного аппетита! Вау, вот это вы постарались! Ничего себе это торт в виде арбуза! Прикольно! Ммм, мне нравится! Ого, вижу, братишка приготовил что-то интересное! Не совсем понимаю, что это, но попробую! Ого, вкусно! О, а это какой-то очень необычный арбуз! Вот это да! Это что, желе с фруктами? Вау, я в восторге! Это мега вкусно! Ну, мое блюдо же вкуснее, да? Я выиграл! Ням-ням-ням! Побеждает бабуля! Это восхитительно! Да! Бабуля рулит! Да! Ммм, что бы такое? Точно! Я всегда мечтала иметь котенка! Приготовите! Очень непростое задание! Ну, а я готова приступать! Чтобы порадовать малышку, я приготовлю ей сюрприз! Для начала отделим желток от белка, добавим немного сахара, а также выжмем немного лимонного сока. Далее нам надо тщательно взбить белок до шикарной пены, чтобы приготовить восхитительный крем. Перфекто! Можно покрывать им наши бисквиты. Я сделаю огромный вкусный торт, из которого затем вырежу котенка. Ого! Как у шефа здорово получается! А у бабули всего лишь пирамидка, и та рухнула. Ну, ничего. У бабули всегда есть план Б. Как насчет белого шоколада? Внучка его просто обожает! Для начала его немножко измельчим, затем засыпем в форму, и, наконец, растопим горелкой. Замечательно! А теперь и заморозить не помешает. Можно переворачивать ведро. Ох, только бы сил хватило. Немножко постучим и посмотрим, как у нас дела с шоколадом. О, великолепно! Шоколад застыл, а это то, что надо. Так, привет, малыш. Садись за стол. Ты мне сегодня поможешь порадовать внучку. Она очень любит кошечек, поэтому я сделаю для нее твою точную копию из белого шоколада. Главное в этом деле не спешить. Делать все аккуратно и с любовью. Ой, ну и ну, внучок. Как дела, бабуль? Вот мой котенок уже почти готов. Осталось только его раскрасить. Вместо красок я буду использовать шоколад, радужную посыпку и нутеллу. Ой, как здорово! По-моему, очень круто получается. Эй, бабуль, зацени! Ой, какой молодец! Молодец, да. Главное, конечно, старание. Может, что и выйдет. Ну, что скажешь, Барсик? По-моему, очень на тебя похоже. Сейчас раскрашу пищевыми красителями и будет вообще не отличить. Ой, какая прелесть. Вот это да, как круто! А то... Ничего себе! Кажется, шеф превзошла саму себя. Еще пару штрихов и готово. По-моему, перфекто. Бон аппетит! Да как такое вообще возможно приготовить? Я в шоке! Приятного аппетита, дорогая! Вау, какие милые котята! Надеюсь, что они еще и очень вкусные! Начну с котенка, которого приготовил братик. Ой, мне не нравится! Ой, какой лапочка! Попробуем! Кажется, он из белого шоколада. Здорово! Ну и, наконец, попробуем котенка от шеф-повара. Ничего себе! Я в восторге! Это супер-мега вкусно! Шеф, это победа! О, как приятно! Мерси! А на этот раз я хочу вкусняшку в виде лего! А, все ясно! Бабуля в этом деле мастер! Приготовлю для тебя торт в форме твоего любимого героя Лего-человечка и украшу его кремом. Крем получился превосходный! Теперь добавим к нему красители и начнем разукрашивать нашего друга. Что скажешь, похоже? Ой, я же совсем забыла нарисовать глаза! Вот, теперь совсем другое дело. А что это вы задумали, шеф? Бу! Скоро увидите! Для начала я украшу свой торт мастикой, чтобы он получился идеально ровным и красивым. Ну а теперь пора добавить ярких деталей. Посмотрите, какая у меня получилась идеальная деталька лего. Мой шикарный торт с лего готов. Ого! Ну ничего! Я тоже приготовлю кое-что крутое. Для этого надо всего лишь растопить шоколад и залить его в форму. Ага, теперь распределяем его равномерно и заполняем бисквитами и конфетами. Ну а теперь пора все это дело заморозить. И помогут мне в этом деле конфетки Ментес и ледяное дыхание. Та-дам! Готово! Вот это крутяк! Не знала, что мой внучок на такое способен. Малышка, все готово! Ух ты, класс! Ой, а этот лего-чел меня слегка пугает. Надеюсь, что это будет вкусно. Ох, ладно, попробуем. Прости, бабуль, мне не нравится. Как? Не может быть! А вот торт от шефа выглядит нереально круто. Попробуем. Вкуснятина! Благодарю, малыш. Ничего себе! Какая красота! Да тут еще и мои любимые конфеты с Китлз. Это просто супер! Объеденье! Все слышали? Объеденье! Так, надо выбрать победителя. Побеждает братик. Ням! Ура! Я победил! Наконец-то! И Грейс хочет шоколад. Очень интересно! Думаю, что все наши герои знакомы с шоколадом и готовы его приготовить. Да, это же проще простого. У меня как раз завалялись плитки молочного шоколада. Но, конечно, так я их не подам, а придумаю кое-что поинтереснее. Для начала растопим шоколад. Замечательно! Теперь берем миску и насыпаем в нее муку. Туда же разбиваем парочку яиц и наливаем немного молока. Вы когда-нибудь такое видели, бабуля? Это уникальное изобретение, которое растопит шоколад за считанные секунды. Разламываем плитку шоколада и включаем. Вуаля! Белый молочный шоколад стали жидкими. В качестве формы я буду использовать пустую бутылку, чтобы у меня получилась красивая шоколадная бутылка. Вы только посмотрите на этот шикарный узор! Ну а теперь я заморожу это своим свежайшим дыханием после ментоса. Супер! Убираем все лишнее. Берем драже ММДЭМС и перекладываем внутрь нашей шоколадной бутылки. О да! Грейс точно будет в восторге! Ой, так шеф меня и обыграть может! Погодите! Есть идея! Я включаю ускоренный режим. Замешиваем тесто. Вот и все готово! О, венчик не выдержал такой нагрузки. Ну ладно. Дальше берем форму и заливаем в нее тесто. А затем добавляем весь-весь шоколад, что мы растопили. Сверху опять заливаем тестом и можно убирать в духовку. Какая же вкусная картошка фри! И между прочим, она подала мне одну идею. Шоколад вкусный и картошка фри тоже вкусная. Так почему бы не сделать шоколадную картошку фри? Звучит обалденно и аппетитно. Для начала расплавлю шоколад с помощью фена. Главное не забывать подкрепляться. А это точно вкусно! Надо проверить. Ну да, очень! Тогда закидываем всю картошку. И как следует перемешиваем. Ох, Софи, Софи, какой-то рискованный вариант. А мне нужно доделать парочку сладких деталей для моей бутылки. Уверен, если на ней будет съедобная этикетка Кока-Колы, то Грейс точно будет в восторге. Прикрепляем и готово! Мой пирог, между прочим, тоже приготовился. Нужно выложить его из формы. Шоколада, как известно, много не бывает. Поэтому льем его сверху на пирог и не жалеем. Ну какая красота! Осталось только раскрошить сверху белый шоколад и можно подавать. Моя шоколадная картошка фри готова. Перекладываем в коробочку. И можно подавать Грейс. Супер! Я жду ваши блюда. Давайте же сюда свои вкусняшки. Вау, как все аппетитно! Ого, шоколадная картошка фри! Никогда такого не пробовала. Ммм, очень вкусно! А что у нас здесь? О, бабулин шоколадный пирог. Какая же вкуснятина! Она всегда печет его на мой день рождения. Осталось попробовать то, что приготовил шеф. Выглядит интересно. Никогда не ела крышку от бутылки. А теперь посмотрим, что внутри. Ого, как много конфет! Обалденно! Сейчас съем все-все! Здорово, что и бутылка тоже съедобная! В этом раунде выигрывает шеф! Да, я знал, что победа будет за мной! Ну а в этот раз я хочу вкусненький тортик! Без проблем уже приступаю! Берем корж и с помощью специальной формы вырезаем из него серединку. Далее наносим крем, закрываем вторым слоем и так парочку раз. Вы спрашиваете, зачем я вырезал сердцевину? Так я вам покажу! Внутри будет лежать устройство с маленьким подарком для Грейс. Когда она будет есть тортик, то нажмет и игрушка вылетит прямо к ней в руки. Теперь нужно разровнять шоколадный крем и готово! А я сделаю свой фирменный пирог. Тесто я уже замесила. Но чтобы оно было еще вкуснее, я добавлю шоколадного какао Несквик. Тянется отлично, самое главное. Ну а теперь перемещаем это в форму и можно отправлять в духовку. Софи, дай пятюню! Ой, прости, я совсем забыла, что у меня руки в тесте. Ммм, бабуль, это очень вкусно! И ко мне тоже пришла идея для тортика. Мне потребуется круглая форма и куча-куча шоколадок. Перекладываем все шоколадки в форму и отправляем выпекаться. Бабуль, подожди меня! Мне тоже нужна духовка, а как она работает? Хотя я знаю, нужно положить внутрь, закрыть дверцу, чтобы тепло не убежало и здесь чуть-чуть покрутить. Ай! Отойди, я сделаю все сама, а то ты нас спалишь. Поставить надо на 150 градусов и подождать. Ну вот и все, наши тортики уже готовы. Аромат невероятный. Софи, доставай свой, а я пошла. Ну что, сейчас посмотрим, что у меня вышло. Мне кажется, сыровато. Нужно еще подержать в духовке. И поставим побольше градусов, чтобы скорее все приготовилось. Ну а пока ждем, можно и в игры поиграть. Ох, дошла. Ну что, выкладываем мой торт кекс из формы. А далее нужно растопить шоколад с помощью чайника. Опускаем в кипящую воду и готово. Теперь с помощью ножниц сделаем небольшое отверстие. И можно поливать им мой шоколадный кекс. Какая же вкуснятина получается. А чем это так пахнет? Нет, не может быть. Кажется, я немножко переборщила. Ох, ну и запах. Блин, Грейс такое точно не понравится. Бабуль, ты только посмотри, какой ужас у меня получился. Хотя, может, это можно исправить с помощью декора? Например, вот так. Нет, не сработало. Ну а украшать торт я буду любимыми конфетками Грейс, парочкой пончиков и вкуснейшим шоколадом. Красота. Я уже сильно проголодалась, жду тортики. Ой, какое все красивое, кроме вот этого. Это выглядит очень плохо. Но, может, на вкус будет хорошо. Хотя консистенция странная. И пахнет так себе. Ой, гадость. Нетушки, я такое есть не буду. А вот это выглядит куда более аппетитно. Попробуем. О да, очень даже вкусно. Вау, а вот этот тортик похож на тот, который я рисовала. Попробуем. Ммм, как же здорово. Ого, а что у нас здесь? Ай. О, как много птичек. Упс. Шеф хотел как лучше, но получилось не очень. Грейс, ты как? С тобой все в порядке. Выберешь победителя. Софи, ты уверена? Ну ладно, поздравляем с победой. Ну а в этот раз я хочу нутеллу. Нутеллу? Ну это проще простого. Я уже собрала орешки для нутеллы. А у меня здесь настоящие какао-бобы. Мне привез их друг из самой Африки. Должно получиться идеально. Для начала возьмем аппарат, чтобы перемешать все в пасту. Засыпаем какао-бобы и включаем. Замечательно. Далее мне нужно очистить все лесные орехи. И отправить в аппарат какао-бобам. На вкус будет даже лучше, чем нутелла. Я в этом ничуть не сомневаюсь. Все перемалываем. И ореховая шоколадная паста готова. Как же нутелла аппетитно пахнет. Никто ведь не заметит, если я попробую одну ложечку. Ну или две. Блаженство. Для начала нужно очистить все орешки. Руками не получится. Поэтому возьмем кое-что потяжелее. Да, так я точно справлюсь намного быстрее. Ай, бабуль, вообще-то это было больно. Прости, дорогая. Ладно, на чем я там остановилась? Ой, а нутелла-то больше и не осталось. Ну ничего, ко мне пришла классная идея. Возьму шоколад, положу в чайник и залью все это молоком. Включаем и ждем. Мой аппарат на славу потрудился. Посмотрим же, что у меня вышло. О да, идеальная консистенция. На этот раз я хочу сделать для Грейс фондю. Поэтому зажжем свечу и поставим в специальную форму, чтобы наша нутелла никогда не застывала. Ну а теперь можно залить в фондюшницу нашу вкуснейшую нутеллу. Ну а подавать я буду это вместе со сладкими маршмеллоу. Мамочки, а что за стук? Бабуля, успокойтесь. Остался последний орешек и все. Замечательно. Все орешки избавила от скорлупы. Теперь можно перекладывать в баночку. Доска мне больше не потребуется. Теперь берем плиточку шоколада и натираем ее на терке прямо в нашу баночку. А затем заливаем молоком и тщательно перемешиваем. Наклеим на банку фирменную этикетку и можно подавать. Ой, Софи, ты что творишь? У меня не получается выключить чайник, он взбесился. Фух, спасибо, бабуль. Ну а я просто напишу на чайнике нутелла и можно подавать. По-моему, очень оригинально. Вау, и правда нутелла. Нутелла в чайнике? Интересно. Давайте попробуем. Ммм, на вкус напоминает какао неплохо. А что же сделала бабушка? Выглядит очень аппетитно. О, да, просто обалденно. Очень вкусно. Ну а теперь попробуем шоколадное фондю от шефа. Тут даже маршмеллоу есть. Прикольно. Ай, как горячо. Язык обожгла. Я решила, что побеждает бабуля. Ой, ну наконец-то. Спасибо, дорогая. Интересно, что же внученька закажет? Я хочу чипсы. Надеюсь, у вас получится. Ну это запросто. Но для начала мне нужно размяться. Точно, размяться. Ой, в моем возрасте так крутить шеи уже не стоит. Не понимаю, к чему вообще эта разминка? Зачем что-то готовить, если есть Принглс? Кстати, очень вкусные. Ну, пальчики оближешь. Мда, скука там. Ну что ж, а я начну с нарезки картофеля. Для этого у меня даже есть специальное приспособление. Далее мне понадобится сыр. Конечно же, мои чипсы будут необычные, а как из ресторана. Длинный кусок сыра нарезаем на равные части. Затем в каждой части делаем небольшой надрез, чтобы можно было спрятать туда наши дольки картофеля. Кажется, шеф делает что-то очень необычное. А я тоже подойду к вопросу оригинально. И буду делать чипсы не из картошки, а из фруктов. Для этого нужно просто нарезать разные фрукты на равные дольки. А затем подвесить их, чтобы они немного подсохли. Делать я это буду с помощью обычных прищепок. Ой, кажется, я увлеклась и съела все чипсы. Ладно, ничего не поделаешь, придется быстро готовить свои. Берем картошку и нарезаем ее. Дальше нам понадобится масло. Ага, вот оно. Наливаем на сковороду, да побольше. Ну а затем отправляем туда картошку. Ой, масло брызгается! Помогите! Накрываем крышечкой и масло уже не страшно. Ну что ж, кажется, мои фруктовые чипсы готовы. И вкусно, и полезно. Вам нравится, шеф? Меня таким не удивишь. Лучше посмотрите, как я буду творить очередной шедевр. Вот из этих очень острых чипсов-читас я буду делать приправу. С ними главное не переборщить. Возьмем немного и отправим в блендер. Аромат просто нереальный. Теперь каждый кусочек моих огромных чипсов нужно хорошенько запанировать. Ну а затем отправить во фритюр. Вот это я понимаю красота. Горяченькие и аппетитные. Ой, шеф, это же скорее на котлеты похоже. Вот у меня. А откуда дым? Отсюда, бабуль. Что? Но это уже не чипсы, а чистые угольки. Обидно. Не переживай, в следующий раз повезет. Так, так, так. Ой, вот эти черные пережаренные чипсы. Я даже пробовать не буду. Выглядит отвратительно. А вот это что-то интересное. Какие-то красные котлетки. Первый раз такое вижу. Надеюсь, будет вкусно. Ммм, какие вкусные. Ой, ой-ой-ой, а почему так остро? Ух, ну уж нет. Острое я не люблю. Последняя надежда на эти фруктовые чипсы, которые сделала бабуля. Выглядит очень прикольно. Ммм, и на вкус здорово. Мне нравится. Бабуля, поздравляю с победой. Ой, ура-ура. Ой, опять немного заклинило. На этот раз я хочу тортик. Интересное задание. Какой бы формы мне его сделать? Помнится, раньше, еще до карьеры шеф-повара, я постоянно играл в баскетбол. Я был лучшим в этой игре, пока однажды... Со мной не произошла одна маленькая неприятность. Я был в наносекунде от своего трехочкового, как вдруг... Гравитация меня атаковала. Я упал, а мяч ударил меня по голове, так и не залетев в кольцо. Утрем же слезы. Я справлюсь с этой травмой, потому что баскетбол остался со мной. Я сделаю тортик в виде баскетбольного мяча. А я сделаю самый миленький тортик для девочки. Каждый слой я буду тщательно промазывать вареньем. Если, конечно, его открою. Ой, бабуля, вы даже банку открыть не можете. Что значит не могу? И еще как могу. И мне в этом поможет обычный скотч. Ого, прошу прощения, я над вами больше не смеюсь. Вот и правильно. Ну что, слой варенья на первый корж. Думаю, это беспроигрышный вариант. Получится очень вкусно. Хлоя, а ты почему тортик не готовишь? Уже начинаю, бабуль. Я сделаю тортик из Майнкрафта. Для этого круглую основу для торта нужно обрезать. Все-таки в Майнкрафте нет ничего круглого. А меч прикольный. Ой. Аккуратнее. У меня, кстати, сейчас идет слой голубики. А сверху я посыплю все сахарной пудрой. Ну а мне пора наносить на мой торт яркий крем, после чего хорошенько этот крем разровнять. Вооружаемся кулинарным шпателем и приступаем. Теперь нужно украсить мой мяч черной мастикой в виде длинных полос и добавить текст. Да-да, тот, который написан на баскетбольных мячах. Огонь! От настоящего не отличить. А мне потребуются разноцветные квадратные кусочки жвачки. Красные. Белые. И черные. Именно ими я и буду обклеивать основу своего торта. Но для начала дегустация. Ммм, обалденно. Ну что ж, вы уже поняли, что у меня получится? Я сделаю блок динамита из Майнкрафта. По-моему, очень крутая идея. Класс, очень похоже. Последний штрих, небольшой фитиль. Ну что, Линдси, пора выбирать победителя. Такие красивые тортики. Пожалуй, первый попробую вот этот торт. Очень оригинальная идея. Ммм, а еще он вкусный. Идем дальше. Тортик от бабули. Она сделала, как всегда, что-то нереально милое. Ягодки вкусные. А как сам торт? Восхитительно. Вот это да! Идея с баскетбольным мячом заслуживает уважения. Этот торт красив и снаружи, и внутри. А на вкус просто волшебно. Шеф, поздравляю с победой. Да, я победил! Спасибо баскетбольному прошлому! Ну а в этот раз я хочу... Макарошек. Сделайте, пожалуйста. Макарошки? Ну это я могу. О, этот клубок натолкнул меня на одну интересную мысль. Для начала нужно отварить спагетти. А затем... Мне потребуется красный лук, который я нарежу на маленькие кусочки. Ой, ну как всегда, слезы текут рекой. Но сейчас не до этого. Этот лук я добавляю в спагетти, чтобы они покрасились в яркий красивый цвет. Получилось! Самое время рассказать, как я буду подавать эти спагетти. Берем спицы и накручиваем пасту на них. Это будет очень вкусный клубочек. Ха, подумаешь! Вы делали пасту из покупных спагетти. Профессионалы же никогда так не делают. Они готовят пасту самостоятельно. Спагетти готовы, теперь пора их отварить. Закидываем в кипящую воду и немного подождем. Так, посмотрим, что тут есть. Нет, не то, не то. А вот это интересно! О, а вот и нужный наборчик. Выглядит очень прикольно. А еще большой плюс, что рецепт приготовления есть прямо в упаковке. То есть мне нужно просто делать все строго по инструкции. Тогда у меня получится именно то, что нужно. Теперь эту смесь перекладываем в мешочек. И начинаем выдавливать наши макарошки. Ого, и правда получается! Быстрая дегустация. И можно переходить к следующему этапу. Сейчас на ваших глазах я сделаю самое маленькое яичко в мире. Теперь от этого кусочка отщепнем кусочек поменьше. И положим в формочку. Добавим желток и вуаля! Только посмотрите, как мило! Получается такая маленькая, но такая аппетитная порция! Бабуль! Эй, бабуля, проснись! Ой, спасибо, что разбудила, дорогая. У меня как раз готов мой клубочек. Кладем его на тарелку вместе с палочками. И можно подавать. Шеф, ну разве не шедевр? Подумаешь, я вот сделаю пасту с морепродуктами и пармезаном. Это же так изысканно! Уверен, Линдси будет в восторге. Кстати, пора узнать, что она думает по поводу наших вкусняшек. Приятного аппетита! Ой, какой все-таки шеф самодовольный! Приятного аппетита, деточка! Ого, какое все оригинальное! Но первой я попробую пасту от шефа. Креветки я просто обожаю! Да, это и правда очень вкусно! Теперь я хочу попробовать вот этот клубочек от бабули. Такая милая идея! Мне нравится! Только пахнет странно. Ой, слишком много лука. Фит! Осталась эта мимимишная лапша от Хлои. Ну просто чудо! Я как будто маленькая куколка. Попробуем. Ого, мне очень нравится! Ну что ж, Хлоя, поздравляю тебя с победой! Ура! Не зря я так старалась! Какая молодец!